Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Во мраке водных пучин творится много чего, до чего людишки еще не успели добраться. Там много тайн и секретов. Это целый другой мир, отличный от сухопутного. И у этих сказочных морских и речных обитателей обязательно должны быть свои боги, и один из таких морских божеств попал к нам на обзор. Встречайте настоящего гигантского морского дьявола или манту, не путать с детской прививкой. Вид скатов одноименного рода и представителей подсемейства, которые являются единственными позвоночными животными, имеющими три пары функционирующих конечностей, пара головных лопастей, пара плавников и пара задних рулевых ног, которые позволяют манте направлять еду в рот и быстро и маневренно плавать и прыгать из воды. Название манта в переводе с португальского и испанского означает мантию, плащ или одеяло. Это связано с тем, что тип ловушки в форме одеяла традиционно использовался для ловли скатов. Исторически морских дьяволов боялись из-за их размера и силы. Моряки считали, что они опасны для людей и могут потопить лодки. Потянув за якоря, это отношение изменилось примерно в 1978 году, когда дайверы в Калифорнийском заливе обнаружили, что они спокойны и люди могут взаимодействовать с этими животными. А еще у морских дьяволов одно из самых высоких соотношений массы мозга к телу и самый большой размер мозга среди всех рыб. В 2016 году ученые опубликовали исследование, в котором было показано, что морские дьяволы демонстрируют поведение, связанное с самосознанием. В модифицированном зеркальном тесте особи участвовали в проверке непредвиденных обстоятельств и необычном самоуправляемом поведении. Ко всему прочему, это самый крупный из всех скатов. Ширина тела отдельных особей достигает 9 метров, хотя в основной массе они около 5, а масса крупных экземпляров достигает 3 тонн. А недавно была обнаружена редчайшая мутация, которая делает некоторых мант розового цвета. Оказалось, причиной такой окраски служит сбой в гене, ответственный за пигментацию. Напомню, если кто знал или нет, что все скаты, и манта в том числе, — это хрящевые рыбы, родственники акул, по которым катком эволюции прошлось беспощадное время, обитает морской демон в тропических и субтропических поясах. За связь с преисподней голые обезьяны дали такое имя скату не просто так. Во-первых, его бездонная пасть будто создана, чтобы пожирать души грешников, а размеры манты чудовищны. Во-вторых, как у всякого добропорядочного дьявола, у нашего гостя есть рога. А в-третьих, этот гигантский морской дьявол регулярно выпрыгивает из воды, как черт из табакерки. Неудивительно, что рыбаки давних лет, завидев такого монстра у поверхности, придумывали жуткие легенды о рогатом дьяволе, затопившем их судно. Зачем манты прыгают из воды, великие умы еще не решили. Пусть думают дальше. Дьявол дьяволом, но на деле манты для людей не опаснее одноименного пельменя. Человеченкой. Гигантский скат, несмотря на свое родство с акулами, не питается в свои колоссальные размеры. Скат наращивает исключительно на планктоне, фильтруя его из морских глубин. Даже рога у морского дьявола липовые, потому что это плавники эмии. Водоплавающий пельмень направляет поток воды, богатый органической вкуснятинкой, прямо себе в рот. За вандализмом, гигант тоже замечен не был. Суда скат не топит. Миролюбивые демоны мороздят океанские воды у поверхности, сбиваясь в гигантские стаи до 50 особей. Животинки являют собой совершенно незабываемое зрелище, а с декабря по апрель водоплавающие манты устраивают любовные игрища. Под цветом полной луны самец медленно плавает за самкой, пытаясь схватить ее пастью за передний плавник. После короткого поцелуя пара некоторое время плавает вместе для закрепления результата, после чего расстаются морские дьяволы, в отличие от сухопутных, например, тасманийского дьявола. Настолько миролюбивы, что даже побоищ за даму сердца не устраивает, руководствуясь принципом, кто первый того этапки. Кстати, ролик про тасманийского дьявола ищите в плейлисте «Животные Австралии». Как итог, беременная манта вынашивает детишек внутри специальной полости тела. Целый год малыши появляются путем яйца живорождения. Это значит, что в утробе мамы детеныши находятся в питательной капсуле, но на свет малыши появляются уже абсолютно готовыми. Обычно рождается всего лишь один-два дьявольских ската, но зато каждый из них уже полностью окрепший и весит около 10 кг. Гигантские морские дьяволы имеют одну из самых низких репродуктивностей среди всех ветвей скатов. Как правило, рожа одного малька каждые 2-3 года. Есть сведения, что морские дьяволы живут как минимум до 40 лет, но мало что известно об их росте и развитии. В древности верили, что манты могут напасть на ныряльщика, обняв сверху своими плавниками и раздавить насмерть. Бытовали также поверье о том, что скат может проглотить человека. Если раньше стаи морских гигантов вселяли страх и ужас, то сейчас сапиенсы сами съезжаются со всех уголков планеты, чтобы посмотреть на гостей с преисподней. Манты совершенно не боятся людей, и в свое время это сыграло с ними злую шутку. Беспомощных морских дьяволов ловили и беспощадно ели голые обезьяны. Но опомнилось человечество довольно быстро, благо мясо морского демона оказалось невкусным. Теперь мант не ловят, с ними плавают. Например, на Мальдивах дайвинг в стае мантов превратился в настоящий аттракцион, хотя меры по сохранению были выведены во многих местах обитания морских дьяволов. Спрос на жаберные дуги, манты и других частей ее тела резко вырос на азиатских рынках. Ох уж эти китайцы, к счастью, вырос также интерес аквалангистов и других туристов, что делает морских дьяволов более ценными в живом виде, чем в качестве улова у рыбаков. Так что ешьте манты, любите мант и не ведитесь на мракобесные сказки из прошлого. Иногда даже дьявольские существа могут быть прелестнейшими созданиями. А вы любите манты? Пишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. Морской дьявол попросил помощи людей. Трехметровый скат подплыл к дайверам, чтобы они помогли ему избавиться от крючка в глазу. Скат терпеливо ждал, пока один из подводников несколько раз нырял, пытаясь помочь. Для того, чтобы вытащить крючок, мужчине пришлось сделать несколько погружений, и снаряжение у него были с собой только маска. В итоге инородный предмет удалось извлечь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok